Менеджера одной из крупнейших российских компаний, который устроил дебош в самолете, летевшем из Пекина в Москву, уволили из компании. Об этом заявили в самой компании и говорят, что мера эта была предпринята для того, чтобы он не портил имидж. Я напомню, что инцидент произошел прямо на борту, ну и вот вследствие этого увольнения. Лицо телекамеры прячут и уж тем более не дает интервью. Топ-менеджер одной из крупных российских компаний стал виновником экстренной посадки самолета. Борт рейса Пекин-Москва-Аэрофлота должен был добраться в российскую столицу по расписанию. Но уже на подлете к Красноярску изрядно выпивший бесплатных напитков пассажир бизнес-класса стал слишком буйным. Сначала вел себя спокойно, однако после употребления пищи и алкоголя на борту стал вести себя агрессивно, начал приставать к сидящим рядом пассажиров. У некоторых он пытался отобрать телефон, хватал других пассажиров за руки, кричал, нецензурно выражался. Когда старший бортпроводник к нему обратился с просьбой занять свое место, он крайне неадекватно отреагировал на замечания. Видеокадры из самолета пока не обнародованы, но известно, что пассажир нецензурно выражался и нападал на бортпроводников. Даже порвал служебную форму. Именно бизнес-класс ближе всего к кабине пилотов. До Москвы оставалось еще несколько часов полета, а с таким пассажиром сделать это было бы крайне сложно. Именно поэтому командир воздушного судна принял решение срочно снижать высоту и садиться в промежуточном аэропорту. Причина посадки неадекватное поведение одного из пассажиров. Данный пассажир был снят с рейса, прошел медицинское освидетельствование и в настоящий момент с ним работают правоохранительные органы. Самолет вылетел до пункта назначения в 10.26 местного времени. Пассажир снят с рейса остался в Красноярске до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Уголовного наказания за подобные выходки в небе нет пока. Как раз накануне именно гендиректор аэрофлота попросил президента страны ввести более суровую ответственность для авиадебоширов. Судья Красноярска, выслушав все доводы, объявил наказание, руководствуясь действующими правилами. Судья постановил, признать виновным на совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 23.1 КАП РФ, и назначить ему наказание административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии в Красноярский краевой суд. Для регулярно летающего бизнес-классом вряд ли такая сумма будет строгой. А вот для других пассажиров посадка точно не была долгожнадой. У многих стыковочные рейсы в Москве. Кто будет возмещать убытки, пока непонятно. Скорее всего, в авиакомпании пассажира точно внесут в черный список. И отныне деловое путешествие из Пекина в Москву для него станет возможным разве что только на поезде. Николай Соколов, Игорь Белозуб, Вести.